Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните. Мы на протяжении программ всегда говорим, что мы ждем ваших звонков, участия. Да, Алексей? — Да, мы ждем ваших звонков, вопросов, тех, может быть, моментов, которые вас беспокоят в отношениях с близкими, с самими собой. Я сейчас это говорю и вспоминаю, был недавно в двух книжных магазинах, не специально заходил, но так, проходом. И вот эта вот стойка с книгами «Психология», они сейчас достаточно внушительные, эти стойки. Их, наверное, даже больше или сравнимо где-нибудь там с зарубежной литературой или что-то такое. То есть «Психология» такая популярная сфера вот такой массовой литературы какой-то, да. И запрос на эту литературу, и люди читают, и пытаются что-то о себе узнать. Вот, поэтому, ну, это действительно сейчас вызывает большой интерес и большое количество вопросов. Вопросы про себя и про близких, да. На ваш взгляд, Алексей, вот мы в прошлой программе говорили про детско-родительские отношения, как про агрессию, которая там в этих отношениях случается, она бывает скрытой или проявленной. На ваш взгляд, чтение книг помогает решать эти вопросы? И как вообще, может быть, к выбору книг подходить? Ну, я знаю, есть там части бестселлеров, которые на протяжении нескольких лет пользуются популярностью у родителей. Но, тем не менее, ваше мнение какое? Я, вот, наверное, я расскажу встречную историю. Отлично. Любую историю, которую вы рассказываете. Да, может быть, будет это ответом. Вот, когда я думал о том, о чем сегодня говорить, ну, что будет в качестве затравки, может быть, или такой вот идеи внутри передачи, я вспомнил одну недавнюю консультацию, нашу встречу, ко мне приходила женщина, ну, в районе 50 лет. Это была не первая наша встреча, не вторая, мы достаточно давно общаемся. Вот, и она задалась вопросом. Она, собственно, его себе задает и мне задала. Там вопрос был про любовь, про близость и про доверие. Что значит вопрос? Ну, я вот так сейчас формально подойду. Как минимум, внутри ее слов, внутри ее фразы были три этих слова. Вот, и разговор наш вышел, может быть, на то, что, ну, как-то надо эти слова, нам нужно было их прояснять, что человек под ними понимает. И женщина мне сказала, что она не сильно понимает, что это за слова. То есть озвучить какое-то содержание, ну, сопроводить эти слова каким-то текстом она может, но она не очень понимает, что это такое, ну, может быть, в ее жизни. Что такое близость, да, или там, что такое любовь. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу о книгах, я думаю, что и вижу, и читаю, что книги с одной стороны и помогают, а с другой стороны, наверное, путают. Помогают в том, что если мы их открываем, мы можем увидеть, как на какие-то важные для нас вопросы отвечают другие люди, ну, например, автор книги, или если он приводит какие-то клинические примеры, или, ну, консультации, встречи с другими людьми, то там, ну, могут раскрываться какие-то, ну, скажем так, понятия, да, какие-то слова. Как люди понимают. Вот, но у этого всегда есть обратная сторона, она не менее важная, и вот на нашей встрече как раз эта сторона прозвучала, что, наверное, в жизни каждого человека, может быть, я бы не сказал так, наступает возраст, эти моменты растянуты во времени, когда человеку самому приходится эти слова наполнять каким-то собственным содержанием, жизнью своей какой-то наполнять. И я когда обдумывал, как это все можно было бы описать, я для себя понял, что слова «любовь» и там «верность», например, да, «близость», «доверие» – это слова пустышки, ну, сами по себе пустышки. И, или, может быть, это изначально какие-то такие, ну, если сравнить их с вещами, какие-то мешочки, которые набиты каким-то содержимым другими людьми. И эти мешочки нам передают, ну, там, я не знаю, по наследству, да, в детстве, может быть. Но потом нам эти мешочки приходится необходимо выпотрошить, как-то раздербанить и набить своим собственным содержимым. Иначе очень плохо, очень трудно получается человеку сориентироваться в своей собственной жизни, в отношениях, и очень трудно опираться на эти слова. То есть их можно в буквальном смысле произносить хоть тысячу раз, но если человек своего содержания в этих словах не ощущает, а это содержание появляется с опытом, с болью какой-то, с радостью, ну, в общем, это такие вместилища, если хотите, собственной жизни. То есть, условно, ребёнок, не знаю, вот, набирает этот мешочек, любовь, близость, доверие, которые ему предлагают родители. Потом этот ребёнок вырастает, у него появляются собственные дети, и, наверное, у него несколько вариантов развития событий, да, он может со своим старым мешочком прийти в свою новую семью и воспитывать детей, ну, так, как, чем наполнили его родители, да, эти понятия любовь, близость, доверие, раздербанить этот мешочек и начать его заново по-своему наполнять. Ну, о чём я веду речь? Что, когда мы, ну, я присоединяюсь сейчас, как бы, да, к родительской такой прослойке, становимся родителями, хотим мы этого или не хотим, мне кажется, всё равно нам приходится пересматривать вот эти модели воспитания. И мы ориентируемся на свой старый опыт. Что-то мы хотим оттуда взять, от чего-то мы хотим категорически отказаться. И тогда нам надо вот выстраивать, да, для кого-то в детстве там родители, например, считали, что вот мы тебя кормим, одеваем, и это вот наша любовь. То есть мы удовлетворяем твои какие-то потребности вот в быту, и всё. А вот такой ребёнок вырастает, и он понимает, что ему надо с ребёнком время проводить, и именно это он называет любовью. То есть он эту модель меняет? Ну, наверное, меняет, приспосабливает, приноравливает, может быть, открывает для себя снова. Я вот слушаю наш с вами разговор, такой начавшийся, продолжившийся. Я думаю, что мы с вами в какой-то степени говорим, ну, банальные истины, но особый аспект, может быть, в этом во всём в том, что эти банальности приходится проговаривать снова и снова, или открывать снова и снова, иначе они не живут. Эти слова. То есть постоянно этот опыт нужно вмещать, ну, давать, может быть, ему какое-то название. И тогда те самые любовь, близость, доверие появляются в жизни у человека. Появляются не как какие-то категории, не как какие-то слова, которые он услышал, не как какие-то описания, которые в самых умных книжках написаны. Ну, всегда стоит помнить, что лично обо мне или о вас не написано ни одной книжки. Ну, просто такой книжки нету, да. Это, знаете, когда эти старые какие-нибудь фильмы, где преступник хотел замаскировать себя, он из журналов вырезает буквы, да, и таким образом его текст становится, ну, как будто неузнаваемым, да, ну, потому что он не пишет от своей руки. Вот примерно то же самое может происходить внутри, когда из разных книжек вот это все нарезано внутри, да, не написано своей рукой, своим каким-то почерком, и существует вот в таком склеенном, приклеенном формате. Вроде бы текст весь тот же самый, там есть и любовь, и отношения с детьми, и близости, доверие. Женщина говорила о близости и доверии со своей дочерью, которая уже, ну, скажем так, достаточно взрослая, достаточно, я имею в виду, для того, чтобы, ну, и говорить о таких категориях, и жить самостоятельной жизнью, там, дочери за 25 уже, да, женщине 50. Вот, ну, вот этот вопрос, вот эта озадаченность моей пациентки, она для нее была очень, такой, очень важной, я бы даже сказал, ну, тревожащей. Вот, хотя я для себя как-то понимаю, отмечаю, что, наверное, это один из тех возрастов, когда 50, я имею в виду, да, условные 50, у кого-то 50-40 наступают, у кого-то в 60. Один из тех возрастов, когда, ну, какие-то эти слова пересматриваются, вот, наполняются каким-то, может быть, новым содержанием или утверждаются в старом содержании. Я сейчас хочу поделиться такой историей, которую наблюдаю за последние пару недель, и она тоже, кстати, связана как раз с этими понятиями любовь, близость и доверие. Сейчас детям, одиннадцатиклассникам приходят результаты ЕГЭ. И так как у меня тоже сын одиннадцатиклассник, вот в его классе дети активно обсуждают, как их родители отреагировали на эти результаты. И я вижу, что часть детей сталкивается с подрывом вот этих понятий любовь, близость и доверие, когда, как и этим подросткам, кажется, родители, ну, неадекватно, избыточно, агрессивно, вот, ну, не знаю, много негативных вот этих чувств транслируют, говоря о результатах ЕГЭ. То есть... Может быть, пример приведете какой-то? Ну, пример, да, где одноклассница сдала ЕГЭ на хорошие баллы, но не на самые высокие. И в ответ от своей мамы услышала и оскорбления, и обзывательства, и обвинения, сколько в тебя денег было вложено. И вот для девочки было удивительно, что, оказывается, вся жизнь как будто бы была сконцентрирована в этих результатах ЕГЭ. Хотя ребенок вот приложил много усилий для того, чтобы быть успешным и сдать эти экзамены хорошо. Они хорошо сданы. Ну, условно, это 80 баллов, а не 90+. И дети делятся между собой вот этими эмоциональными вещами. И я даже замечаю, что вот это нынешнее подростковое поколение, и мы об этом говорили, оно обращает внимание на чувства, на эмоции, на отношения, на то, за счет чего близость формируется, кому можно доверять, кому нельзя. Да, мы с вами говорили. Я никак не хочу комментировать действия мамы. Да я не за комментариями. Да, я понял. Я поделиться как раз, да, потому что меня это удивило. А что именно? Такая реакция? Ну, такая реакция, да, несдержанность. Удивительно, что, ну, действительно, для родителей как будто бы концентрируется вот в этих экзаменах и в их результатах итог отношений между родителями и детьми. То есть вот мы тебя растили-растили, да, вот и как будто бы мы тебя растили до сдачи ЕГЭ. А дальше вот ты сама как хочешь, устраивай свою жизнь, все, мы там больше тебе не помогать, ничего для тебя делать не будем, потому что ты вот такая-сякая разыдакая. Елена, ну ведь, я не знаю, согласитесь ли вы или согласятся ли наши телезрители, что между родителями и детьми, если мы сейчас в эту школу, в эту сторону уходим, есть порой гласный, а порой негласный договор. Гласный – это когда это обсуждается, а негласный, когда это как будто подразумевается родителями. О том, что договор о чем? Мы, как это, мы работаем и тебе помогаем, а твоя главная задача в ответ – учиться положительно, да. Вот, это такой договор, который иногда заменяет, ну в большей или меньшей степени вытесняет все остальное из жизни, да, вытесняет что-то, что в этот договор не укладывается. И мы уже начинали говорить, я думаю, что совладать с этим можно только, совладать, я имею в виду, с таким влиянием этого договора и с его, совладать с тем, чтобы не попасть в этот договор, как в тюрьму какую-то, да. То есть не ограничиваться только им? Ну, потому что это часть нашего взрослого, я в свою, наверное, привычную сторону веду, потому что это часть нашего взрослого договора в нашем окружающем мире, где мы друг друга в основном оцениваем по достижениям, да, и любовь к достижениям тоже определенным образом привязывается, да. Не знаю, уместно сейчас прозвучит или неуместно, но мой додыр грязнули про любовь говорит только тогда, когда грязнули очищается. Он способен... Вот теперь тебя люблю я, да. Вот теперь тебя и люблю я, да. То есть если ты исполняешь определенный договор, в данном случае, по вполне конкретным... Критериям. Характеристикам и критериям, да, вот, то... Ты получаешь любовь, да, вот, и... Вот у Маяковского я не помню слов, но смысл, наверное, тот же, да, что такое хорошо и что такое плохо. Мы вынуждены вторгаться в эту... И с нашими детьми говорить об этой сфере, ну, сфере морали. Хорошо и плохо – это сфера морали, да, что хорошо, что плохо. И мы вынуждены рассматривать и любовь в сфере морали, да, и наши поэты, наши писатели замечательные, ну, как голоса людей, как голоса народа, по сути, об этом говорят. Ну, они нам транслируют то, что мы, в общем, внутри себя содержим. Вот, но то, что договор о ЕГЭ, о хорошей учебе – это часть любви, конечно, любить, наверное, любить ребенка, который учится замечательно и чист, и ухожен, кажется, проще, чем любить ребенка, который грязный и троечник, или двоечник, или остается на второй год. Ну, какую-то работу такую нужно совершать внутри, потому что, ну, например, приходится разъединять успехи ребенка и самого ребенка, да, в своей собственной голове. Вот. Приходится, наверное, как-то определяться со своими партнерами, с мужьями и женами, да, тоже разъединять успехи и чувства, направленные на человека. Вот. И мне кажется, мы с вами сейчас вышли в этих размышлениях на то, что эти слова, эти пустышки, они вот, ну, у всех людей по-разному наполняются, да? У всех людей по-разному наполняются, и мы видим тогда в букинистических или в книжных магазинах массу книжек о любви в определенном спектре от книжки, как заставить себя полюбить всех, ну, например, на работе, или просто всех, да? Это 800 техник относительно честных. Ну, я шучу так немножко, да? Я думаю, что даже до книжки, я не знаю, может быть написана такая книжка или нет, до книжки, что вы не сможете никого в себя влюбить, даже не пытайтесь. Ну, такая книжка, например, да? Ну, то есть без шансов. У вас никаких шансов повлиять на это нет, ну, осознанно, стопроцентно и так далее. Вот, и, наверное, я, вы и кто-то еще, наш зритель заходит в магазин, видит этот спектр и направляется к какому-то из вариантов. Да, он говорит, окей, вот 800 вариантов для меня это подходящее, потому что я ни одного не знаю. Или он отправляется в другую сторону, к другому спектру, потому что понимает, что есть такие же бедолаги, как он, которые, ну, в общем, понимают, что они мыкались, как-то пытались все это организовать, ничего у них не вышло, ну, по собственной воле. Но как-то произошло не по собственной воле. Как-то какие-то отношения, какие-то чувства, какие-то взаимодействия у них случались. Им интересно или происходит. Не просто случались, да, а есть. Им интересно, как вообще у других людей случается какой-то порядок, мы о порядке тоже говорили, в этой абсолютно хаотичной такой теме, посвященной любви и близости. Вот. И тут спектр очень широкий в этом смысле. Интересно. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир 202.11.22. Присоединяйтесь к теме нашего разговора. Как у вас обстоят дела с любовью, с близостью, с доверием? Легко ли у вас это получается? Или наоборот, у вас много вопросов относительно этих понятий или содержания этих мешочков, про которые Алексей нам сегодня говорил? И вот тут, да, есть еще интересный для меня сейчас момент, как мы договариваемся и договариваемся ли, ну, о любви. То есть, например, мы все, допустим, смотрим фильм «Титаник», известный фильм, да, и все ли мы, 100 человек из 100, понимаем, что это фильм о любви, к примеру, да, или мы смотрим фильм «Москва слезам не верит», да, и мы понимаем. Или кто-то говорит, нет, там вообще нет ничего о любви, это, ну, о чем-то другом, о чем угодно, да, о мечте там, о зрелости, незрелости. Вот, и тем самым, может быть, это интересно, что вот на этой площадке опыта каждый как-то сам для себя делает вывод, о чем это, но тогда нам нужно каким-то образом договариваться, да, ну, чтобы, ну, может быть, чтобы хотя бы понимать друг друга. Вот, моей пациентке приходится договариваться со своей дочерью о том, что когда на просьбу дочери остаться дома, она уходит все-таки, ну, потому что у нее есть свои дела, и дочь считает, что она ее не любит, раз она с ней не остается. Ну, ведь просьба есть, останься со мной, куда ты пошла. А мама говорит, ну, мне нужно по делам, у нее есть дела, естественно, да. Дочь считает, что в этот момент мама ее не любит. И, кстати, мама тоже считает, что она что-то делает неправильно, ей бы по-хорошему остаться с дочерью. Но что-то внутри нее говорит ей или влияет таким образом, что мама все-таки уходит из дома, ну, делает какие-то свои дела, возвращается. И возвращается и приходит в кабинет психотерапевта, собственно, с этим самым не очень простым для нее вопросом, любит она дочь или не любит. Потому что любить – это делать, как хочет близкий, это делать, как тебя просит, да. Вот, ну, я же прошу тебя приготовить ужин, а ты не делаешь, или я прошу тебя сходить за ребенком, а ты не делаешь, я прошу тебя, там, еще что-то, не пить, да, а ты не делаешь. Я прошу тебя перестать общаться с теми друзьями, с которыми ты общаешься, а ты не перестаешь. Я делаю вывод, что ты не любишь тогда меня, раз ты не исполняешь мою какую-то просьбу, да. И женщина, о которой я говорю, она в какой-то степени, в достаточно большой, она думает, что она действительно не любит свою дочь. Ну, раз она так ведет. Уйти из дома она, не уйти она тоже не может. Ну, есть какие-то вещи, да, она, в конце концов, ей нужно куда-то там в магазин сходить, да, как, ну, про работу там нет обычно такого конфликта, но у нее есть друг, к которому она ходит, да, и дочь знает об этих моментах. Ну, в общем, такая какая-то история. История, которую вы рассказываете, она, наверное, перекликается с историей, которую я рассказала сегодня про ЕГЭ. Это вот одна сторона некого такого, ну, субъективного переживания, описания некой ситуации. Вот я чувствую, вы рассказываете эту историю. Ну, дочь просит остаться мать дома. Вот ничего неизвестно про дочь, здорова ли она, больна ли, в какие моменты она с этими просьбами выходит. А какая разница? Знает ли она заранее о планах матери? Какая разница, здорова она или больна? Ну, чем-то это аргументировано, просьба уже, наверное, должна быть. Останься. То есть, останься, чтобы ты сидела на кухне, а я посидела в своей комнате? Или останься, мы с тобой поговорим? Останься, мы совместные дела поделаем? Останься, потому что мне нужно, чтобы кто-то был в доме, иначе мне страшно одиноко. То есть, хотите ли вы сказать, что от того, как просьба будет аргументирована, как она будет сопровождена, ну, это может быть важно для человека, которому это озвучилось? Ну, я думаю, что это помогает сделать выбор. Ну, то есть, расставить приоритеты в этом выборе. Хорошо. Важнее ли мне пойти сейчас в магазин, или действительно задержаться, побыть с дочерью какое-то время? Я думаю, что вы сейчас распаковываете, я бы так это назвал, тянете за веревочку, чтобы дверь открылась, потому что мы ведь можем эту историю рассмотреть и не как единый случай, ну, вот сегодня она попросила, а как случай, когда она регулярно просит, ну, почти каждый день остаться, мать дома, когда там вечер и так далее. Причины могут быть разные. Да, ты можешь посидеть в своей комнате, ну, что ты куда-то пойдешь, да, а я в своей посижу, или давай мы с тобой поговорим, или давай мы посмотрим с тобой, ну, кино, которое мне нравится, да. Хорошо, если я останусь, и мы будем смотреть кино, которое мне нравится, это любовь или не любовь, да, это близость или не близость. Если мы, если мама не уходит из дома и остается дома, но сидит в своей комнате и читает свою книжку, это близость или это не близость? Должны ли выполниться некоторые условия какие-то, которые могли бы, по которым мы могли бы сказать, что это близкие отношения? Мы попадаем в такую сферу, на мой взгляд, обусловленности. Сложно, нет однозначных каких-то, да, вариантов. Конечно, мы можем фантазировать. Не знаю. Близости это посидели в разных комнатах, но потом встретились, обрадовались друг другу, как будто бы давно не виделись там, хотя, может быть, целый час только всего не виделись или полчаса. Действительно, понятия у всех разные. Вы с этого начали. То есть, как вот их прояснить, как себе ответить на эти вопросы? У нас немного времени до конца эфира. Я не знаю, как ответить на эти вопросы. Я надеюсь, что... Точнее, я не знаю... Помогут ли книги, вы начали с этого? Я не знаю, каким будет ответ. Книги, как мне кажется, стоит читать и откладывать в сторону. И выбираться куда-то в свою собственную жизнь. Хотя книг замечательных сейчас очень много и каких-то описаний достаточно много. я за то, чтобы, может быть, человек в какой-то момент, ну, по крайней мере, своим пациентам я это рекомендую, чтобы они начинали писать книжку о самих себе. Пусть это будут... Это дневник или это книжка? Пусть это будут дневниковые какие-то записи, пусть это, может быть, будут заметки, которые со временем вырастут в большую книжку. Большое какое-то повествование о самих себе. Я тоже считаю, что книжки стоит читать. По крайней мере, для людей, которые ищут ответы на свои вопросы, книги, ну, помогает вот в какой-то вектор этот зайти и начать свой кругозор как минимум расширять, находить слова для обозначения тех или иных процессов, которые они в себе обнаруживают. Да, но я, может быть, крамольную мысль еще раз повторю, главное вовремя от них отказаться. Хотя бы на какое-то время. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Спасибо вам. Спасибо нашим телезрителям, что вы были с нами. Да, всего вам доброго. До новых встреч. Смотрите нас на телеканале ГИС и в социальных сетях ищите, задавайте вопросы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова